Ну, собственно, хотелось бы поговорить о проектируемой дороге Солнцево-Бутово-Видное-Железнодорожной. Это, в общем-то, очень резонансный вопрос для всех жителей не только Ленинского округа, но и, в общем-то, всего юга, юго-востока, Подмосковья и, значит, также Новой Москвы. Вообще вся эта ситуация, она, в общем-то, абсурдна с самого начала. У нас есть чиновники, да, есть чиновники. Кто такие чиновники? Это люди, которым мы, граждане, делегировали, значит, свои полномочия по решению, значит, различных вопросов, значит, в наших интересах, да, и для нас. И, казалось бы, они должны просто принимать решения для нас, как для жителей этой территории. Но, тем не менее, значит, решения принимаются совершенно абсурдные. То есть, значит, нам предлагается через очень густо населенную территорию Ближнего Подмосковья, прям вот по головам людей проложить скоростную дорогу, платную причем. Для чего она нужна? Значит, нам говорят, что она решит наши транспортные проблемы, что вот вы сейчас стоите в пробках, значит, сейчас мы построим эту дорогу, и все будет здорово, все будет зашибись. Но на самом деле ничего зашибись не будет, потому что мы говорим о том, что нам нужно расширить, например, Каширское шоссе до полноценных шести полос. Мы устали стоять в этой безумной пробке на Молоковском повороте. Причем стоят в этой пробке и те, кто едет по Володарскому шоссе, да, то есть жители Молокова, Володарского, пригорода Лесного, Нового Молокова и так далее. Стоят все те, кто едет по старой Каширке, то есть это видно, это горки Ленинские, там Домодедово, Ям и так далее. И пропускной способности этого светофора явно не хватает. Учитывая вот эту безумную застройку всех полей, дороги-то остались еще старые, с тех времен, когда здесь просто были деревни. И первым делом, для того, чтобы улучшить нашу транспортную ситуацию, нужно было бы реконструировать Каширское шоссе, реконструировать развязку на месте Молоковского поворота, да, сделать вместо светофора нормальную трехуровневую развязку. Расширить Володарское шоссе, да, сделать нормальный выезд из пригорода Лесного. Если вот вместе с этим, да, еще развивать, значит, скоростной транспорт общественный, да, то есть это, значит, линию МЦД, да, на Павелецкой железной дороге, в частности, построив дополнительную станцию, да, в районе Сопронова, да, чтобы обеспечить выезд из новых микрорайонов. Линию легкого рельсового трамвая, да, до, значит, того же Молокова, да, через пригород Лесное от метро Царицыно. То вот эти бы как раз проекты, они действительно улучшили бы транспортную ситуацию в нашем округе. Но нет, на эти проекты денег нету. То есть нам говорят, что реконструкция Каширского шоссе потребует порядка 9 миллиардов рублей. И нам обещают его реконструировать. Вот эта история обещаний, она длится еще, ну вот я помню, с 2017 года, а возможно еще раньше даже. Вот, у нас регулярно меняются главы, то есть в начале Олег Хромов, да, говорил, что в 2017 году мы начнем реконструировать, в 2019 уже закончим. Хорошо. Спустя год, ну, естественно, ничего не началось. Он уже говорит о том, что в 2018 году мы начнем, в 2020 закончим. Потом Хромова сняли, на его место пришел Венцель, его стала очередь обещать, да. Он уже обещал там, соответственно, начать с 2019 по 2021. И так с каждым новым главой, соответственно, сроки на один год сдвигаются. То есть каждый глава обещает, уходит, приходит следующий глава, обещает новые сроки уже со сдвигом там на 1-2 года. И в итоге все сводится к тому, что в областном бюджете денег на вот этих 9 миллиардов на реконструкцию не находится. В федеральном бюджете тоже, потому что, как нам ответил Министерство транспорта Российской Федерации, значит, регулярно, каждый год правительство Московской области обращается к ним за помощью, за субсидии, и каждый раз получает отказ. И тем не менее продолжает нам обещать то, что дорога вот-вот будет. Но 9 миллиардов на действительно нужную дорогу для нас нет. Но при этом 55 миллиардов из бюджета на дорогу, которая будет построена по нашим головам и будет использоваться фактически для перегонки фур с Рязанского шоссе на Симферопольское и на Киевское, прямо через жилые районы, прямо через частный сектор, прямо через наши зеленые зоны, заповедники. Вот на это 55 миллиардов из бюджета есть. И, собственно, возникает вопрос, а вообще в чьих интересах принимаются такие решения абсурдные? То есть 9 миллиардов на то, что нужно всем? Нет. А 55 миллиардов на то, что нужно, возможно, только определенным финансовым воротилам, но не нужно совершенно жителям данной территории. На это деньги есть. Причем это деньги наши, деньги налогоплательщиков. В феврале 2020 года правительство Московской области заключило так называемое концессионное соглашение с некой организацией, которая является дочерней структурой группы компаний «Регион». Значит, эта структура достаточно близкая к структуре «Роснефти». И согласно этому концессионному соглашению, бюджет Московской области вкладывает в проект строительства дороги от Варшавского шоссе до города Железнодорожный порядка 55 миллиардов рублей в течение нескольких лет. Остальные примерно 30 миллиардов вкладывает уже сам концессионер. То есть получается, что 60% это наши налоговые деньги и 40% это уже деньги частного капитала. И тем не менее, вот этот концессионер после того, как дорога будет построена, получает право в течение 30 лет ее использовать и взимать плату за проезд по ней. Причем плата, подразумевается по условиям соглашения, весьма немаленькая. Значит, для легкового автомобиля километр будет стоить порядка 10 рублей, а для фуры порядка 30 рублей. Но даже по условиям соглашения концессионер не рискует абсолютно ничем. То есть на любой стадии, и по чьей бы инициативе не было расторгнуто бы это соглашение, концессионер все равно получит полностью возмещение всех своих понесенных расходов, а также каких-то возможных убытков. Но даже не это, в общем-то, самое страшное. А самое страшное это трассировка дороги, то есть то, как ее предлагают проложить. С одной стороны, было бы логично, да, то есть если эта дорога нужна, ну, примерно как ЦКАД, да, для того, чтобы для коммерческой перевозки грузов, то логичнее ее было бы проложить подальше от Москвы, в том месте, где плотность населения не столь велика, да, где меньше расположено разных поселков, населенных пунктов, где есть обширные широчайшие поля, да, значит, практически, ну, и сейчас никак уже не используемые. И там эта дорога могла бы пройти, есть даже, в общем-то, трассировка этой дороги. Значит, мы предлагали использовать эту трассировку, где был бы, ну, минимальный ущерб, как людям, так и природе. Но нет, вместо этого, значит, дорогу пытаются проложить по самым густонаселенным местам. Значит, для этого предлагается снести огромное количество частных домов. Это в СНТ Победа, в селе Ермолино. Значит, предлагается проложить эту дорогу прямо не посреди, средственно под окнами многоквартирных домов, с нарушением всех возможных строительных взвода правил и СНИПов. Значит, это в Бутово парк один, в Государевом доме, в жилом комплексе усадьбы Суханово, и, значит, в микрорайоне Завидное, в деревне Дыдылдина, Пуговичина, там тоже часть частных домов пойдет под снос. Значит, естественно, у нас, у общественности возник вопрос, а насколько вообще этот проект, который нам предлагают, который проект планировки был утвержден прямо под Новый год, 30 декабря 2020 года, насколько он вообще соответствует требованиям законодательства. И, значит, мы заказали независимую экспертизу. На собранные, значит, народом средства была заказана такая экспертиза. Она сейчас уже, ну, находится на завершающей стадии. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем огласить ее результаты. Но по предварительным данным, вот с которыми, собственно, я, как на лицо выступающего заказчиком, уже имел возможность ознакомиться, в частности, в микрорайоне Завидное, значит, дорога проходит менее чем в 25 метрах, будет проходить от жилых домов, что недопустимо. Дело в том, что по своду правил градостроительства, которые утверждены приказом Минстроя, минимально допустимое расстояние от магистральной дороги до линии жилой застройки, даже при наличии шумозащитных экранов, должно быть 25 метров. Меньше 25 метров нельзя. Ну и чтобы вы понимали даже, что такое 20 метров, вот представьте себе трассу Дон, например, М4 Дон. То есть это шестиполосная магистральная. И попробуйте подойти к ней, хотя бы даже в районе, где-то дворца спорта видно. А там расстояние будет, наверное, около сотни метров. Там стоит постоянный вот этот шум, постоянный шум. То есть непривычки там, ну, просто даже уши уже закладывает, да. А представьте себе расстояние в пять раз меньше. То есть вы выходите к себе там, значит, на балкон, на кухню, да, открываете окна, и у вас там прямо, значит, перед вами, значит, постоянный и проносится поток вот этих фур и большегрузов. То есть, ну, это совершенно проект абсолютно антинародный. И есть альтернатива. То есть вот общественности и, значит, Ленинский совет активистов предлагаем изменить трассировку дороги и пустить ее, соответственно, за Федюково, за Яковлево, да, где есть огромные обширные поля и практически нет населенных пунктов. Там эту дорогу, значит, могла бы прекрасно лечь, значит, и никого не побеспокоить. Значит, еще одна проблема, да, это в районе южнее Молокова. Значит, по первоначальному проекту дорога должна была пройти как раз через Молоковский поворот, значит, по участку Володарского шоссе, а потом, значит, севернее Молокова и выйти уже на противоположный берег Москвы-реки. Собственно, таким образом она разгрузила бы как раз и Молоковский поворот, да, то есть там была бы построена многоуровневая развязка. Потом участок этой дороги лег бы на Каширское шоссе, которое было бы расширено до восьми полос, да, на участке вот Белокаменного шоссе, значит, до, ну, соответственно, до МКАДа, да, практически. Тем не менее, от этого проекта в последний момент отказались, а именно осенью прошлого года, и отказались в пользу, значит, трассировки этой дороги через Горкинский заповедник. Значит, ну, собственно, в еще 1972 году был учрежден знаменитый заповедник Горки-Ленинский, площадью 10 тысяч гектаров, значит, но в 2018 году этот заповедник был упразднен постановлением губернатора Воробьева, но в этот же год, 2018, Министерство экологии Московской области провело комплексное экологическое обследование данной территории и, значит, приняло решение о создании на месте этого заповедника особо охраняемой природной территории, природно-исторического комплекса Горковский. Ее площадь должна была быть в 4 раза меньше, чем исходный заповедник, значит, примерно 2,5 тысячи гектаров, но она должна была включить в себя самые ценные с природной точки зрения территории. Территории произрастания и обитания, значит, редких краснокнижных видов, там всего 14 видов животных растений, занесенных в Красную книгу Московской области, и два вида растений, это очень редкие виды орхидеи, занесенные в Красную книгу России, то есть они редкие не только на территории Подмосковья, но и вообще в России, представляют очень большую ценность. И дорогу предлагается проложить прямо по местам, так сказать, скопления вот этих, значит, редких представителей флоры. Проект совершенно варварский, да, то есть у нас на то есть заключение экологов, которые проводили как раз это обследование, да, и это природоохранный фонд Верховья. У нас есть, значит, ответ от археологов, от, значит, доктора исторических наук Чернова Сергея Заримовича, который проводил археологические раскопки, его экспедиция в 1994 году, и в ходе этой экспедиции было обнаружено уникальный археологический объект на территории Коробовского леса, значит, городище дьяковской культуры Железного века, значит, то есть укрепленный населенный пункт с земляными валами, которые до сих пор сохранились, которым там около двух тысяч лет, и дорогу прилагается проложить прямо по вот этому объекту. То есть дорога нарушает, вот этот проект он нарушает как закон об охране объектов культурного наследия, потому что предполагает уничтожение выявленного объекта археологии. Нарушает закон об охране окружающей среды, потому что предполагает уничтожение мест обитания краснокнижных видов. И, значит, также, как я уже сказал, да, нарушает обязательный к исполнению свод правил, который запрещает строить дорогу ближе, чем в 25 метрах от жилых домов. Вот, поэтому, в общем-то, да, также хочется отметить, да, что ни чиновники областные, ни чиновники местные, значит, не идут совершенно на контакт с общественностью, не готовы абсолютно ни к какому диалогу. То есть в ответ на наши письма присылают отписки. То есть, единственное, только Министерство экологии, значит, как-то, значит, более-менее реагирует, да, и, в общем-то, пытается, да, что-то со своей стороны сделать, чтобы не дать этой дороге пройти через особо охраняемую природную территорию планируемую. Вот, все остальные ведомства пытаются от нас отмахнуться, значит, специально, значит, даже, ну, вот для какой-то видимости, да, там, значит, решили при администрации провести рабочую группу, куда пригласили жителей, причем, значит, по какому принципу, да, они отбирали непонятно, но вот, значит, очень многих активных жителей просто туда не допустили, ну, видимо, побоявшись там каких-то, что будут задаваться сложные вопросы, на которые сложно будет ответить. И более того, даже тем, кто пришел и начал задавать вопросы, им сразу сказали на этой рабочей группе, то, что мы ничего менять в проекте не будем, да, трассировку мы менять не будем, вот, то есть наша цель просто вам, по сути, рассказать о том, значит, как мы хотим через вас построить дорогу, а ваша задача, значит, здесь послушать и покивать, вот, поэтому хочется все-таки, значит, обратиться к чиновникам, да, и напомнить то, что вы работаете, уважаемые, на, значит, зарплату, которую вам платят из бюджета, да, то есть налогов нас, как граждан, да, и работаете вы в интересах граждан, поэтому давайте, значит, мы все-таки будем как-то совместно принимать вот эти решения в наших общих интересах, то есть мы приводим какие-то разумные доводы, да, мы, значит, за свои деньги мы проводим экспертизы, да, хотя, в принципе, мы не должны этого делать, да, это, в общем-то, ваша задача, и поэтому давайте мы все-таки начнем какой-то нормальный диалог, да, не с позиции то, что мы сделали, да, кушайте то, что дают, а с позиции, значит, объективной, да, то, что если здесь есть какое-то нарушение законодательства, да, или просто хотя бы нарушение, да, чьих-то прав, нарушение здравого смысла, да, давайте мы будем думать, как этот проект можно изменить, пока он еще только на бумаге, пока еще не вырублены леса, пока еще не снесены частные дома, да, пока не уничтожены объекты археологии, еще не поздно ничего поменять, на бумаге все это поменять можно, поэтому давайте, значит, сядем за стол переговоров и, значит, поработаем над тем, как сделать этот проект, чтобы он действительно принес пользу, а не вред, значит, жителям Подмосковья.